здравствуйте уважаемые любители рок-музыки введу репортаж с нашей дачи а давненько мы с вами на концерты не ходили последний раз мы были с вами на голосе америки в клубе урбан аж 13 ноября надеюсь вам понравился наш обзор а сегодня 28 ноября мы выдвигаемся сейчас с нашей дачи в клуб 19 30 москов на концерт группы ногу свело но вот скажите кто из вас не знает группу ногу свело есть такие слышу голоса музыкально необразованной молодежи которые говорят что не знает такую группу хорошо такое может быть ведь группа аж советского союза которого уже нет как 30 лет ну вот песню роман бахаро мамбуру знают наверное все без исключений ну или по крайней мере точно ее когда-то слышали знаменитая песня состоящая из бессмысленных словосочетаний типа а чеке тучей сифарию или часы край айна пачу пауба ну и конечно же бенспертный припев роман бахаро мамбуру то есть по сути дела песня без слов можно сказать вокализм но зато очень мелодичны и запоминающийся вокализм по моему мнению это настоящий хит причем международного класса вот такая песня но для тех кто не знает или мало знаком с творчеством группы ногу свело из самой группы с историей их создания я вкратце расскажу об этой чудесной и интересно на мой взгляд группе ногу свело это московская рок-группа которая была основана максимом покровским еще в далеком 1987 году но название ногу свело закрепилась с 1988 года я хорошо помню то время в фаворе тогда были стебные группы типа манго-манго дюна звуки мол все хотели быть очень оригинальными и всем хотелось стебануться над загнивающим развитым социализмом вошедшим в свою заключительную фазу и вот с целью этого стеба многие музыканты давали своим группам подобное название стебные я помню одни мои знакомые панк рокеры назвали свою группу на французский манер с ударением на последний слог ремонта буви что в действительности означало название ларька у нас там на углу стоял по ремонту обуви там ремонт обуви она и назвали ремонт обуви но группу ремонт обуви никто не знает и не помнит а вот максу покровскому лидеру и автору всех песен группу ногу свело благодаря своему выдающемуся таланту музыкальному и поэтическому а также своим организаторским способностям удалось создать и популярную группу и написать немало самых настоящих хитов музыка и пение макса покровского отличается мелодичностью и высоким тембром голоса а поэзия по моему мнению выделяется и глубиной и точностью наблюдений за жизнью и тонким юмором многие песни очень смешные я вспоминаю песню московский романс о мошенниках побирающихся в электричках бьющих на жалость пассажира в электричек сочетание жалобного пения профессионального нищего и маршевой похоронной музыки с барабанной дробью и звучанием труп сделали песню сюрреалистичной которая вызывает хохот у любого человека не лишенного чувства юмора благодаря этому очень талантливому сочетанию мелодичной музыки и умной поэзии с юмором и самоироничностью творчество макса покровского завоевала популярность у публики по крайней мере мне его творчество нравится и я хочу подчеркнуть что несмотря на стебный характер этой музыки поэзии это самая настоящая рок-музыка по своим музыкальным характеристикам но когда какой-нибудь фанат рока привыкший к брутальному виду всяких рокеров с хриплыми прокуренными голосами впервые слышит звонкий пионерский голосок макса покровского то его как правило передергивает от услышанного но какой-то рок говорит он самому себе рокеры по-пионерски не поют но так можно сказать только человек далекий от понимание рок-музыки урок музыки есть определенные характерные критерии отличающие ее от других музыкальных стилей а тембр голоса никакого отношения к этим критериям не имеет важно только вокальная ритмика и гитарно-барабанная аранжировка с преобладающей размерностью в 4 четверти как говорил кит ричард это 4 удара на такт вот что такое рок-н-ролл вот это и есть основные критериальные отличия рок-музыки они тембр вокала так вот я повторюсь группа ногу свело это самое что ни на есть настоящая рок-музыка причем очень качественная рок-музыка единственное что не мне не нравится в творчестве макса покровского в последнее время так это то что он начал материться в своих песнях будучи человеком из приличной семьи и с высшим образованием пошел на поводу на мой взгляд у этой вшиво интеллигентской моды заигрывание с люмпинами и уголовниками ведь матершинный жаргон это их язык приведу несколько примеров например песня с названием заебали и припевом заебали суки или песня бит план со словами дима билан блять я не еблан с музыкальной точки зрения сделано отлично и по звуку и по частоте игры по точности интонирования и по соблюдению канонов рок-музыки классика хард-рока я бы сказал так но у меня вопрос не уже нельзя было выразить эту мысль без мата честно говоря я не понимаю нашу творческую интеллигенцию зачастую использующую матерщину своих произведениях может быть я чего-то недопонимаю но я как ратовал так и буду ратовать за чистоту русского литературного языка в творчестве ведь наш русский язык очень богат в нем полмиллиона слов которыми можно выразить любые абсолютно любые самые сложные самые глубокие мысли и чувства зачем использовать мат своих произведениях какова цель такого упрощения речи только чтобы показать люмпинам что ты свой в доску не знаю может быть я заблуждаюсь и действительно мат передает какие-то тонкости человеческих чувств мысли или взаимоотношений но я уважаемый любитель рок-музыки в своем творчестве не отступлюсь от своих принципов и буду стоять на своем и полностью исключая матерщину и своих песен я за чистоту нашего родного русского языка который одной из самых главных наших богатств который позволяет нам достигать невиданных глубин в постижении мира и человека и позволяет подниматься на невиданные высоты в науке технике литературе поэзии во всем которые делают нас великой нацией но это так лирическое отступление от сегодняшнего концерта в любом случае ногу свело это отличные музыканты и кстати в группе играет один мой хороший знакомый очень талантливый гитарист женя баштан который и сообщил мне об этом концерте а я воспользовался информацией взял билеты в вип-зону чтобы и самому посмотреть и вам рассказать об этом интересном музыкальном коллективе поэтому мы выдвигаемся уважаемые любители рок-музыки подъезжаем клубу 19 30 и надеемся что местные охранники запустят нас на охраняемой территории уважаемые любители рок-музыки ну вот мы подъехали клубу 19 30 и в кои-то веки мы приехали заблаговременно обычно опаздываем а тут еще 20 минут начала концерта поэтому успеем еще заказать веганские сеты и порадовать свой организм вкусными веганскими блюдами и я уверен что макс покровский со товарищей угостит нас вкусными музыкальными вещами поэтому давайте пойдемте смотреть а потом соберемся здесь и подведем итоги пошли уважаемые любители рок-музыки но вот мы внутри клуба 19 30 небезызвестного вам со знаменитыми веганскими сетками но в связи с ковидом проредить решили соблюдают нормы 30 процентов заполнения по-моему так или 50 я не помню точно но именно так аппаратура на сцене очень приличная звук здесь хороший в этом зале я послушаем как будет звучать уважаемые любители рок-музыки макс покровский назвал свой концерт последний день в раю если мы в чем-то согласен а в чем-то нет не нравится слова последний каким многим людям почему последний в раю тут наверно с ним можно согласиться потому что клуб 19 30 райское место и по звучанию и по комфорту и по веганским сетам которые вкусные симпатичные и самое главное ими не объешьте похрумкаем морковочки а а Плоти без любви, а ты Забудь со всем округом Толкает гильки люди Возьми мое тепло И ласку Ты слышишь, иди, иди Ты знаешь, там, там, там Тебя победу били, и я не знаю Извините, пожалуйста, поможите Люди и добрые Замы и небесные Плотаем и скидаем сам Замы и небесные Замы и небесные Дорога ван, а может, вай Куда не кашь, ты забыкай Последних слов своих врагов Ты никогда не забывай Как в небесные Как сам удариться Как в небесные Как сам удариться Как в небесные Как сам удариться Последних слов Всех врагов И никогда Он темноты Ты являлся невидимкой Из мечты И все Тебя Ожидая Тебя Тобая 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 Я встречу тебя Где-то там На верху Две пули Еще В сердцах Горечи В сердце Мы вместе Устем Вместе Проснем Сердце Тебе Тобая Ты Игры с огнем Игры с огнем Мы до конца Будем твое Мы на ухле Будем с тобой Наша нынешняя программа называется по имени следующей песни «Последний день в раю». «Последний день в раю» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Танцевали Хорошее вечернее развлечение Я аплодирую Максу Покровскому И всем музыкантам Всем привет Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Малощуком Малощуком